Привет-привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу показать просто бомбезные новинки из магазина FixPrice. Столько новинок, столько интересностей. Давайте скорее смотреть. Хочу показать самую объемную и большую покупку. Это пазлы линейка Disney с принцессами 24. Пазлы небольшого размера, удобные для детей. Чтобы, знаете, ребенок сам был в состоянии собрать эту замечательную картинку. Стоили эти пазлы 149 рублей. Качество вообще отличное, великолепное. Линейка была разнообразная. Разные были герои диснеевских мультиков и для мальчиков, и для девочек. Но вот мне захотелось ребенку взять именно Золушку. Качество отличное. Сейчас я вам покажу, как пазлы выглядят. Они картонные, очень плотные. Легко ребенок собирает, легко ребенку взять рукой. И при многократном использовании они сохраняют свой внешний вид. Просто классные пазлы. Мне очень понравились. И цена у них такая, знаете, достойная. У меня ребенок уже играет. Дальше хочу показать новиночку из бытовой серии. Это средство для устранения засоров труб. Вот в таком она красивом флакончике, если так можно сказать про флакон бытовой химии. Этот гель, как нам обещает, эффективное действие. Устраняет любые засоры. Нейтрализует неприятные запахи. И что самое главное, безопасен для всех видов труб, в том числе пластиковых. Объем здесь 500 миллилитров. Цена была 55 рублей. Очень удобный носик. Есть такая закрывашечка. Видите, так просто ее не открыть. Нужно с помощью надавливания, что тоже очень хорошо и безопасно. Средство довольно свежее. Как его применять? Заливаем в сливное отверстие. 200-250 миллилитров этого средства. Оставляем на 1-2 часа. Если сильное загрязнение, то на 3-6 часов. Это такое, знаете, средство молниеносного, небыстрого действия. Поэтому это нужно будет иметь в виду. Я планирую это средство залить в 2 отверстия, скажем так, для профилактики. И посмотрю, что из этого выйдет в пустых баночках бытовой химии. Конечно же, вам расскажу. Интересно будет попробовать. Также из новиночек еще я увидела пищевую упаковочную пленку. С удобным отрывом. Компания Грифон. Здесь у нас 50 метров. Чем удобна именно эта пленка? Что она уже идет с перфорацией. Перфорация каждые 40 сантиметров. То есть очень удобно отрывать, когда вы на кухне. Когда вы чем-то занимаетесь. Здесь нужно срочно что-то упаковать, как всегда бывает. И эта пленка всегда не рвется или рвется не так, как нам нужно. Здесь же отмотали необходимое количество. Нашли линию перфорации. Порвали, упаковали, завернули. Просто видите, даже не нужно использовать ножницы. Здесь у нас цена 77 рублей. И что я заметила, цена не приклеена, а уже является элементом дизайна упаковки. То есть прям так сразу и шло. Внутри у нас вот такая пленочка. Намотка довольно большая. Реально, возможно, здесь будет 50 метров. Ну, посмотрим, посмотрим, как она. Я вообще эту пленку взяла, если честно, не для готовки, а взяла, чтобы упаковывать себя. Да, девочки, вы не ослышались. Я активно занимаюсь обертыванием, скажем так, в домашних условиях. Стараюсь этим активно заниматься. И у меня пищевая пленка прям вот уходит очень хорошо. И решила я подкупить. Думаю, что эта пленка меня не разочарует. И будет такой же классный и хороший. Дальше еще из новиночек я увидела. Компания Бон Хом. Тряпки для уборки. Да, девочки, необычные. А уж в такой красивой упаковке 80 штук этих тряпочек. Это же можно убирать, не переубирать. Все, надолго хватит. Их можно использовать очень даже универсальным способом. Как сухая уборка, так и намочили. Вот вам, пожалуйста, влажная уборка. 77 рублей эти тряпочки стоят. Какая здесь у нас информация? Ну, информация маленькая, 20 на 20 сантиметров. Состав вискоза и полиэстер. Так, давайте мы... Даже их написано можно стирать. Смотрите, даже так. Давайте мы с вами откроем. Оп, открыли. Что нас здесь ждет? Обычные тряпочки. Я хочу посмотреть. Они будут... А, девочки, смотрите, они одноцветные. Я почему-то думала, что здесь будут разные цвета. А нет, цвета одинаковые. Так, одинаковые. Да, если вам будет видно, цвета одинаковые. Все такие белоголубые. А давайте мы эту тряпочку достанем. Достается она очень удобно, цепляясь одна за другую. Она мне, честно сказать, напоминает салфетку. Ну, или платочек такой, не знаю, тканевый. Салфеточка такая. Реально она тоненькая. Немножко, видите, тянется. Но по качеству она мне нравится. Она такая немножко, знаете, как шероховатая, как шершавая. И, я так думаю, будет хорошо убирать ее с помощью полировать. Возможно, знаете, вот холодильник, микроволновку проходить, фасады кухни. Ну, посмотрим. Мне кажется, неплохо. 80 штук таких салфеточек даже замечательно. Интересная новинка. Еще мне по необходимости нужны были большие пакеты. Самые большие, которые я смогла найти в фикс прайсе, это Бон Хом. Пакеты для мусора, для строительного мусора и бытовых отходов. Здесь 160 литров. Это максимальный объем. Особо прочные. Здесь 10 штук. 77 рублей. Мне кажется, это отличные пакеты. Я никакой строительный мусор не собираюсь выносить. Но иногда, знаете, бывает, убираешься, убираешься. И прям очень много чего хочется выкинуть. Находит. Время уборки, переборки. Такие пакеты, конечно же, в хозяйстве нужны. Потом еще по необходимости тоже закончились обычные пакеты для мусора. Я предпочитаю от компании Грифон. Они мне очень нравятся. Здесь 20 штук. 60 литров. 55 рублей. У них цена. Это с ароматом, скажем так, если можно так сказать, с отдушкой ванили. Кстати, отдушка очень приятная. Ни разу меня эти пакеты не подводили. Классные, прочные. Вообще полностью устраивает. Взяла несколько штучек, чтобы всегда были. Еще я взяла из пакетов на этот раз фасовочные пакеты. Тоже закончились. Взяла от Бонхом. Фасовочные пакеты в рулоне для упаковывания и замораживания пищевых продуктов. Особой повышенной прочности. Состав полиэтилен. Здесь 70 штук. И размер 24 на 37. Они такие неплохие. Не рвутся. Эти пакеты я взяла для замораживания. Например, мяса, фарша. Всего чего угодно. Очень удобно. В хозяйстве такие штуки, конечно, тоже пригодятся. Дальше, девочки, я заглянула в косметический отдел и просто обалдела от новинок. Я увидела там свой любимый гель для душа Палмолив. Это линейка Nordic Hook. Это вообще лимитированная линейка. Скандинавская счастье она называется. Гель для душа кремовый. Его цена была 99 рублей. У меня уже один такой есть в коллекции. Я его покупала дороже. Наверное, рублей за 120. А здесь 99. К сожалению, был только такой вид. Если бы было больше, я бы схватила больше. Но был только такой вид. Вот этим я уже начала пользоваться. Он потрясающий. Он кремовый. Он густой. Он абсолютно не сушит кожу, тело. Очень хорошо пенится. Приятный такой обволакивающе-сладковатый. Имеет аромат. Очень нравится. Вообще прям не пожалела, что купила два. Вот одним уже пользуюсь. Один пока пойдет в запасы. Цена 99 рублей. Просто-просто шикарная. Дальше, девочки, я гуляю-гуляю такая по магазину. Смотрю, бац, вижу компанию Невея. Представляете, в фикс-прайсе компания Невея. Думаю, ничего себе. Вообще, от компании Невея было очень много продуктов. Были пены для бритья в таком белом флаконе. Были дезодоранты. Но я увидела и купила то, что мне захотелось. Это крем универсальный. Увлажняющий. Так, здесь у нас нет ничего по-русски. А, вот наклеечка. Увлажняющий интенсивный крем для лица, рук и тела. Разработан для ежедневного ухода. Быстрая легкая формула. Масло ЖЖБА, витамин Е и так далее. Здесь большой объем 300 миллилитров. Сроки годности до середины 22-го года. Год после вскрытия. 199 рублей за такую большую банку крема. Я, честно сказать, не присматривалась, сколько он стоит в других магазинах. Но мне кажется, что рублей 250 точно стоит. Если, девочки, вы знаете, то напишите. Я решила взять. Он зафольгирован. То есть полностью все здесь зафольгировано. Запечатано. 300 миллилитров. Шикарный объем. Просто, знаете, супер. Я прям осталась довольна. Так что присмотритесь, девочки. Также, помимо Невеи, была широко представлена марка Гарниер. Ну, как широко. Я видела... А, девочки, забыла сказать. От компании Невея я еще видела мицеллярную воду из линейки дыхания кожи в объеме 400 миллилитров. Такая прозрачная упаковка. Она тоже стоила 199 рублей. И видела еще вот такую водичку от Гарниер. Тоже в объеме 400 миллилитров. Стоила она 199 рублей. Это я вам на примере показываю. Я ее не стала покупать, потому что у меня вот еще есть бодейка. Мне пока хватит. Просто, чтобы вы имели в виду, кому интересно, то обратите внимание. Дальше еще из косметического по уходу за собой мои повторные покупки. Это Angel K, спа-носочки, релакс-терапия и спа-перчатки ультра-увлажнение. 99 рублей каждый стоит. В других магазинах, поверьте мне, они стоят намного-намного дороже. Носочки – это больше баловство. Это релакс, это отдых, это поднятие настроения себе, уход за собой. И, конечно, просто, знаете, посвятить время себе, отдохнуть, порелаксировать с этими носочками. Ну и, конечно же, как дополнительный этап ухода за кожей ног. Спа-перчатки – то же самое. Покайфовать, отдохнуть, посидеть с ними. Ну, меня они абсолютно устраивают. И еще в разделе, где у них лежит-то кусковое мыло, я увидела кусочек от Nefis Cosmetic. Мыло туалетное, твердое, чистой традиции, кофейное, в объеме 190 грамм. Честно сказать, я удивилась, потому что его цена была 18 рублей 30 копеек. Это очень хорошая цена. Я недавно такое мыло показывала в своей коллекции мыльной. И совсем недавно, месяца два назад, покупала его за, я так думаю, рублей за 28-30. Я уже точно не помню, но прям существенно дороже, чем 18 рублей. Мне хочется его открыть. Смотрите, оно свежее. Производство февраль этого года. Хочу его открыть. Аромат у него очень своеобразный. Я бы не сказала, что это кофе. Это что-то такое, знаете, на любителя. Это немножко хозяйственное мыло. С добавлением легкой такой отдаленно-кофейной отдушки. Приятное своеобразное мыло. Оно такое текстурное, видите, с вкраплениями. Мыло очень свеженькое. Здесь у нас есть гравировка компании. Классный кусочек. Прям такой хорошенький. Один у меня будет лежать в запасе, а этот я с удовольствием пущу в использование. У меня как раз мыло кусковое подошло к концу. И вот прям вот вам показала. И пойдет оно у меня в использование. Дальше за 55 рублей я по необходимости купила себе лопатку кухонную из серии Китчен. 32 сантиметра, 55 рублей. Вот такая вот лопатка. Вы знаете, у меня сломалась лопатка. Супруг когда мыл, у него прям напополам она и отломилась вот в этой части. За неимением ничего пришлось вот купить в фикс прайсе. Чем она меня немножко не устраивает, это тем, что такая, как мне кажется, жестковатая у нее вот эта вот часть. Сам срез. Я так думаю, как бы он не царапал сковородку. Ну, не знаю. Посмотрим. А из чего она сделана? Здесь у нас состав бук и нейлон. Ну, посмотрим. 55 рублей в любом случае, я думаю, что пойдет. Я так дома перебирала в шкафу и поняла, что у меня не хватает вешалок. Вот сколько бы я их не покупала, все равно их не хватает. И раз я уже была в фикс прайсе, думаю, дай повторю свои любимые бархатные вешалки Home Time. 4 штуки идет в наборе. Вешалки чем нравятся? Во-первых, они очень удобные. Они противоскользящие. Любая одежда не будет соскальзывать. Особенно, знаете, блузочки, какие-то кофточки шелковые, сарафанчики. Я люблю, когда каждая вещь у меня отдельно на вешалке. Не люблю, там, знаете, рубашка на рубашку, там, или маечка на маечку. Люблю бы, чтобы все было на своей вешалке. Поэтому вешалки нужны. Еще один плюс у этих вешалок, то, что у них вот эта петелечка, она крутится, она подвижная, то есть вы как угодно можете ее вертеть. Очень даже классно. 4 вешалки, 77 рублей. Кстати, они представлены не только в этом цвете, таком красивом, фиолетовом, да. Также еще есть бежевые. Но мне в коллекцию нужны именно такие, потому что все остальные у меня тоже такого цвета. Заглянув в книжный отдел, я, конечно, очень удивилась, потому что мне попалась на глаза совершенно потрясающая книга. Это Стивен Р. Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это автор, который мне очень-очень давно знаком. С его книгой именно этой я познакомилась еще в годы обучения в университете. Это была просто наша настольная книга. Вообще это автор-специалист в области лидерства, в области психологии, в области личной эффективности, самосовершенствования. Автор здесь выделил 7 привычек, которые по его наблюдению являются основой самореализации. Если вы хотите прокачать свои навыки, изменить свои какие-то жизненные постулаты, установки, добиться успеха, самореализоваться в жизни, то я вам эту книгу от души рекомендую. Я ее читала, но, понимаете, читала давно, и у меня не было вот именно бумажного варианта. Это та книга, которая должна всегда быть с вами, потому что вы вроде прочитали, вы вроде и знаете 7 этих признаков, да, но все равно хочется что-то обновить, что-то прочитать, что-то для себя подчеркнуть. И хочется именно бумажный вариант. Эта книга входит по версии журнала «Тайм» в топа одной из 25 более влиятельных, успешных бизнес-книг. Книга эта стоила 99 рублей, это такой бумажный вариант. Здесь сколько получается? 462 страницы. И смотрите, сам автор – отец девятерых детей и дед 43 внуков. Получил премию за отцовство, также добился очень много всего в своей научной деятельности, в общественной деятельности. Просто потрясающий человек, есть чему поучиться у него, поэтому да. 99 рублей стоит эта книга в фикс-прайсе. На других площадках она стоит именно в таком вот мягком переплете 250 рублей, ну в среднем. А вообще, если хорошую, такую качественную, добротную книгу покупать в твердом переплете, то она будет стоить, ну где-то около 500 рублей. Дальше давайте покажу вам быстренько свои продуктовые покупки. За 25 рублей я купила макаронные изделия знатные из-за твердых сортов пшеницы. У них очень хороший состав, здесь 400 грамм. Стоили они 25 рублей. И здесь были именно вот улитки, да, как они называются. Не знаю, не пробовала, взяла две пачки, посмотрим. Но я думаю, что лишними не будут. За 27 рублей 50 копеек купила чай Липтон. Но не просто чай Липтон, а новинку, сочная вишня. Здесь 25 обычных пакетиков. Мне понравилась, честно сказать, упаковка. Она такая яркая, такая сочная, такая прям вот манящая, зазывающая. Решила взять. Девочки, если вы будете слышать, это за стеной выясняют отношения. Соседи. Самоизоляция не всем идет на пользу. Многие семейные пары, как у меня за стеной соседи, ругаются. Поэтому давайте будем заканчивать видео, потому что это надолго. Из новинок я купила за 27 рублей хрустим багет шампиньоны в сливочном соусе. Это новинка. Такие я еще не пробовала. Пойдут у меня в салатик. Часто их покупаю, потому что хорошие. Цена тоже хорошая. Ну и последнее, что вам хочу показать. За 8 рублей 10 копеек я увидела батончик мюсли, лесные ягоды и мед. Купила две штучки на пробу. Они очень небольшие. Здесь всего лишь 25 грамм. Вкус положить с собой в сумочку и там на учебе, на работе где-то перекусить. Ну или просто с чайком, с кофейком сейчас попить. Очень даже будет здорово. Вот такие у меня сегодня были покупки. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.